Дневной разворот После 12.05 Ну стандартная программа, думаю представлять ее не надо То есть готовьте ваши ответы на наши хитрые вопросы Звоните нам по телефону 211-101 И получайте наши прекрасные призы Ну надо сказать, что наверное Сегодня вопросы у нас в культпоходе будут связаны С культурой, с искусством У нас как правило они связаны с культурой и искусством Дмитрий Шилеев, директор Центра современного искусства Галерея прогресса Будет Дмитрий рассказывать о том, какие выставки и какие мероприятия Приготовила галерея для нас с началом осени А там, как обычно, много всего интересного Ну и в первом части у нас тоже По большому счету такая культурная тема Будем говорить о театре Сегодня у нас в гостях иностранцы Что в общем-то ответственно весьма для нас Ну для начала я представлю все-таки Юлию Ивну Шайты Заведующую литературно-драматургической частью Театра Наспаска Юлия, добрый день С началом нового театрального сезона В Театре Наспаска Именно сегодня в Театре нашим любимым Стартует 82-й театральный сезон Нас кто-то тоже поздравляет с помощью дрели Я чувствую, как у нас звук появился Ну сейчас Наспаска обязательно не может Они с собой привезли, это точно Да И большое событие Такого международного масштаба Произойдет завтра в Театре Наспаска И 23-го числа в субботу В 21 час Вечером состоится Сценическая читка Пьесы под названием Goodbye Berlin Goodbye Berlin Сегодня у нас в гостях автор этой пьесы Человек не из Берлина, а из другого немецкого города Дюссельдорфа Это Роберт Кааль Главный драматург драматического театра Дюссельдорфа Роберт, guten Tag Guten Tag Guten Tag Понимать нас, помогать, вернее, нас понимать друг с другом Будет переводчик Франк Хиберлайн Здравствуйте Добрый день Преподаватель кафедры лингвистики и перевода Вятского госуниверситета Здравствуйте Еще раз Нашли очень быстро, да, чтобы налаживать, так сказать, языковую связь Франк Хатман sehr schnell gefunden, ja, das stimmt Вятский госуниверситет наш партнер просто в этом проекте И Гёте-институт нас поддерживает И вот благодаря Гёте-институту и Вятскому госуниверситету И общение наше, возможно Как вам город, Роберт? Вы впервые у нас Я тут первый раз в городе Спасибо большое, что вы меня пригласили Но столько не успел посмотреть на город, поскольку мне вышли Юлия вчера пригласила на обед Ну, пока не очень много видео Потом, ну, все будет Ну, в планах есть прогуляться по городу, посмотреть А какие, кстати, у вас эмоции, чувства, не знаю, воспоминания С Лениным, возможно, связаны Нет, вообще нет никаких таких эмоций Ну, хорошо, давайте все-таки сосредоточимся на театре На той пьесе, которая будет читаться завтра Юля, расскажите, как вообще нашли друг друга, да, с Робертом, как идея возникла именно эту пьесу прочитать с нашим зрителем Театр давно искал пьесу о подростках Она о подростках, сразу скажи Да, да, она о подростках Сюжет, это такая роуд-мови, два подростка из Берлина Что такое роуд-мови, давайте поясним Вот такое путешествие, дорожное приключение Дорожный фильм И они избегают из Берлина в поисках себя, смысла жизни, приключений У них происходит череда знакомств В чем-то это рифмуется с книгой Селлинджера «Над пропастью воржи» В свое время в нашем театре был спектакль Александра Клокова И театр эту традицию наследует Мы очень долго искали пьесу Потому что очень много пьес о подростках, естественно, пишется, современных Но не все они бывают адекватны тому, что ищет театр Иногда они бывают слишком жесткие или слишком узкие А театр исходит из того, что нужно сеять доброе, вечное Что-то более универсальное, наверное, просто искалось Да, да, потому что русская современная драматургия, она бывает не всегда Она может быть в формате читки, да Но в формате полноценного спектакля мы русской пьесы не нашли И поэтому возникла пьеса «Гудбай Берлин» Ее издал Гёте-институт, был переведен на русский язык в 2015 году Роман Изначально это роман А Роберт делал инсценировку, театральную адаптацию романа для театра И в Германии в сезоне 2013-2014 это был один из самых популярных спектаклей по количеству показов в стране Я, насколько помню, и сам роман был довольно-таки популярен Роман, он вышел не так давно, на самом деле, в 2010 год, современная литература Это современная литература, да, совершенно верно Он уже переведен на 26 языков мира И в Германии тираж или суммарный тираж превысил 2 миллиона экземпляров книги Вот, ну, а потом появилась пьеса, спектакль и сценическая история Первый раз Роберт представлял эту пьесу в Красноярске на большом фестивале книжном ярмарке, который организует фонд Прохорова Вот, и с тех пор российские театры вслед за европейскими очень часто ставят эту пьесу А уже много по России поставили? Более 40 Более 40 постановок в России вот этого спектакля Ну, приличная сцена Приличная очень Франц, помогите нам Роберт, почему именно этот роман вы взяли для экранизации? Чем он вас так привлек? Ну, а зачем вы взяли для этого романа, что вы взяли для экранизации? Почему вы посчитали нужным моментом? Почему вы взяли для экранизации? Почему вы взяли для экранизации? Это необходимо для эричных тираж для пьесы У автор этого пьеса был очень хорошим другом, в моем, но не было на первой жизни Поэтому я эту книгу получил уже в качестве манускрипта, потому что очень рано эта книга в качестве манускрипта уже попала в мои руки. Я влюбился в эту историю, очень такой хорошей, великолепной дружбы. Да, я думаю, это как рок-сонг. И эту книгу рассказывает, что универс Annу истории. Eine «Sehnsuchtsgeschichte», как в одном, ну, это будет с этим словом «Roadmovie», который мы сейчасопроизвестили. Это самая красивая, исходная ситуация для молодого человека, которым можно только придумать. 6 недели книгу, книга, отпуска много, деньги есть вперед, поехали. Деньги есть вперед, поехали, отлично. Не совсем российская история. Один из героев, Чик, он выходит из России. Чик, это имя одного из героев. Это один из героев, да? Чикишев, Андрей Чикишев. А кличка Чик, да. Можно вкратце, немножко хотели пройтись по сюжету. Вот 6 недель каникул у них, и они решают... Покидают они Берлин. Есть деньги, они решили покинуть Берлин. Они встречают Иезу, это героиня, которая живет на помойке, и у них отношения складываются, знакомство с первой влюбленностью. Они встречают ветерана войны, которые какие-то свои вещи. Встречают странное семейство, которое... Они все время проводят какие-то викторины, угадывают, там, ну, большое немецкое семейство. И через вот эти знакомства... То есть они путешествуют по Германии, да? Да. То есть они путешествуют по Германии, да? Да, Роберт. Они путешествуют по Германии, так точно. И то, что они испытывают, ну, проживают... Это все патриотские тематики, которые интересны молодым людям. Трущба, семья, работа, школа, сексуалитет, Варат, Треу. Это все патриотские тематики, которые интересны молодым людям. И это все в этом. И это в том, что это все в том, что это все в таком... Ну, чеховском может... Наверное, да. Но это получается так, что у них как бы вот эти шесть недели такая история, там, понимание мира. То есть они пробуют на зуб все, что происходит в зорском мире. Они как бы... Это правильно. Это коррект, да? И что ты мне подскажет, что они возвращаются обратно благополучительно, но уже другими, повзрослевшие люди... Но они не благополучительно... Они не благополучительно. Они не благополучительно, это не очень. Яин. Яин. Яин, это... Яин, яин. Яин. Яин, яин. Да, нет, да нет. Это классический роман по образованию человека, в стиле «Гейт». Вы оба не возвращаются, они что-то испытывали, они на этом выросли. Но в будущем это белые листы бумаги, там непонятно, что дальше будет. То есть это не классический хэпэр? Это классический хэпэр, многоточий хэпэр. Но в 21 веке хэппээнд – это вообще странная история. Мне кажется, хорошая литература в 21 веке не может иметь. У нас где-то у новостников висит, там, все не может быть хорошо. Я думаю, что Юлия говорит, что мир стал слишком сложным, компактным для простого хэппэээда. Вот такого больше нет. И вот книга, которая написана именно в эту целевую группу, она должна с этим рассчитываться, она должна с этим справиться, что нет хэппээна. То есть именно это отражает наш постмодернский мир. Юлия, вопрос такой. Подождите, давайте паузу. Паузу, да? Клянная пауза. Клянная пауза. И продолжим очень скоро. Продолжается наша беседа с Робертом Каалем. Это главный драматург Драматического театра Дюссельдорфа. Франк Хеверлайн, преподаватель кафедры лингвистики и перевода Вятского госуниверситета, помогает нам наводить языковые мосты, понимать друг друга. Юлия Ионушай, заведующая литературно-драматургической частью театра «Наспаска». Мы говорим о читке пьесы Роберта Кааля «Goodbye Berlin». Читка состоится завтра в театре «Наспаска» на экспериментальной сцене в 21.00. И мы вас всех сегодня приглашаем на это мероприятие. Хочется еще у Роберта поинтересоваться. Пользовалась успехом эта пьеса? Как публика непосредственно в Германии на нее отреагировала и в России? Роберта Кааля «Наспаска» о которой я вот только что говорил. Хочется читателю, чтобы ее можно испытать на собственной шкуре сейчас. Наверное, столько читателей влюбились именно в этих главных героев, что это потребность, чтобы они вышли из книг. Я просто адаптирую в роман для сцены. Я просто адаптирую в роман для сцены, а я просто адаптирую в роман для сцены. А в чем суть Адаптации, простите? Что такое Адаптация? Из-за каких-то моментов, сужение какое-то... Да, из-за каких-то моментов, сцены, как сцены, как сцены, что адаптирую в роман для сцены? В роман для сцены, как я перспективно рассказал этот роман для сцены. Это очень проще для постановки, потому что рассказывает про себя, но из перспективы героя. Адаптирую в роман для сцены, как сцены, как сцены, как сцены, как сцены. Это все зависит очень сильно от режиссера. Денис, как сцены, 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 как сцены. Как это можно показывать? Это вот надо уже, чтобы идеи пошли. Аббаратаскут функционирует? Очевидно, это все хорошо сработало. Уже четыре года. Это во всем немецко-говорящем пространстве. Это самый успешный спектакль. Еще до Моцарта и до Шейкспира. У меня все-таки хочу спросить Юлию, потому что правильно он заметил, что в немецко-говорящем пространстве спектакль так вписался, хорошо идет. Но ведь все-таки есть вариант несовпадения, по-русски говоря, наших реалий, европейских. И вот насколько вы уверены, что наш подросток нырнет в это правильно, поймет это правильно? И вообще на подростка ли рассчитано? Подростки и молодежь. Подростки и молодежь? Да. Ну так скажем, до 25-30 лет? Ну, театр не ставит таких ограничений, потому что... Я и ты можем туда прийти, но адресат-то все равно получается, что аудитория вот эта заслеющая, да, то есть тинейджеры. Но театр юного зрителя это подразумевает, что мы общаемся прежде всего с молодежью, хотя, естественно... Ну так как ты думаешь, русские наши... У нас настолько сегодня открыты границы, настолько мир стал единый, там... Ну проблемы все уж разные, согласись. Не согласна. Это, Роберт правильно сказал, общечеловеческие проблемы. Там нет привязки... Ну что, у нас нет интернета. Ну чего, что есть в Германии, чего нет в России сегодня. И подростков, которые живут... Не знаю, надо съездить в Германию, смотреть. Нет, так же как Селлинджер. Вот знаменитый роман Клокова, да? Ну да. Ну, основа Клокова, да. Но что там было или могло быть непонятным кировскому зрителю, российскому зрителю? Ну, а роман Селлинджера вышел, извинив, в 50-е годы. Мы его смотрели в 80-е, да? Многое изменилось. Когда он вышел, он в России вообще не понимался и не читался, потому что мы не знали, как там живут. Вот сейчас у меня вопрос такой, вот этот, насколько своевременно, адекватно будет... Мне кажется, абсолютно как раз адекватно. В эпоху интернета, открытости, когда мы можем узнать, как живут, списаться, пригласить в гости. Это все рядом, это все в шаговой доступности. И проблемы, которые волнуют подростка, там, из 40-й школы Кирова, они абсолютно такие же, как те проблемы, с которыми сталкивается ученик немецкой школы. То есть у героя Майка не очень хорошее отношение с классом. И это один из импульсов, который дает... А он в классе кто такой? Хулиган? Он не хулиган, он просто такой... Или просто интроверт. Ну то есть я хочу понять, если бы этот спектакль был не «Гудбай Берлин», «Гудбай Киров», да? То есть все осталось бы точно так же? Да, да. То есть это такое же путешествие реальное, вот как бы наши два пацана получили где-то, бабок срубили, сели в тачку и поехали. Они ее угнали. Они ее угнали, тем более. Ниву. Вот это уже точно по-русски. Ниву. Ниву. То есть там наша родная Нива. Да, да. И они на ней путешествуют. Есть, есть, есть четыре на четыре. Четыре на четыре. Вести ходь. Вести ходь. Вести ходь. Не забывай, что Нива один из первых, например, внедорожников. Согласен, она до сих пор уже большой популярностью в Европе пользуется, особенно в районе Алип. Ну то есть, обрати внимание, и Чик, выходец из России, и машина, то есть на самом деле уже много и таких пересечений получается. Тем более, ну не знаю, когда я была, например, подростком и читала книги, у меня всегда вызывал вопрос. Мне неинтересно было читать про Сережу или Петю, а что-то такое, что не связано с нашей реальностью. Это же тоже попытка вырваться за пределы обыденности. И мне кажется, в этом смысле это тоже будет зрителю понятно. Такое вот географическое даже смещение, и они немножко со стороны посмотрят на самих себя. Да, я, кстати, не услышал, а в России-то она уже была показана. Или Чик, Чик, Более 40 раз. В Руссии уже было показано, какой отклик был у публики, пользовалась ли она популярностью. В Руссии было ситуация. Но это тоже очень популярная моя деятельность, потому что она была очень популярна в России. Но я честно говорю, не могу сказать, насколько она популярна в этом смысле. Лично Роберт не контролировал. Я два года тому назад оказался на книжной ярмарке в Красноярске. Там представили книгу в русском переводе. Там было тоже чтиво в Красноярске, вот такое циническое. Мы предполагали, что Роберт будет возможно отвечать. Те вопросы, которые возникнут у зрителей после читки, то есть это разговоры. А если у актеров возникнут вопросы? Ну, актеры задают вопросы режиссеру. То есть он не будет корректировать именно актерских вариантов? Может, что-то подскажет или что-то? Я не знаю. Режиссер читки Александр Трясцен, это наш артист и человек, который сейчас закончил Щукинское училище режиссуру, он взял, может быть, это будет сюрпризом для Роберта, он работал и с пьесой, и с книгой. Он искал вдохновение и там, и там, и репетиции уже начались весной, мы думали, что у нас будет премьера. Поэтому артисты уже все в материале, в теме, и надо у них спросить, насколько им важна точка зрения Роберта, его пожелания, может быть, замечания. То есть здесь получается так, если он учитывал уже Трясцен и книгу, и текст, то есть она немножко, может быть, не совсем совпадает с тем текстом, который... Да, но опять же, это перевод, вот я не знаю. Да, ну, опять же, это перевод, перевод, вот я не знаю. Да, ну, он об этом знает, так сказать, что он теперь знает, да? Да, он теперь знает. Давайте поподробнее о завтрашней читке еще поговорим, но уже после небольшой рекламы. Продолжается программа «Дневной разворот». Завтра в театре «На Спаской» состоится сценическая читка пьесы «Гудбай Берлин». Мы уже многое успели рассказать об этом, и тем самым мы хотим привлечь ваше внимание к данному мероприятию. Приглашаем еще раз завтра в театре «На Спаской» к 9 часам вечера. У нас в студии Роберт Кааль, главный драматург драматического театра Дюссельдорфа. Франк Хеберлайн, преподаватель кафедры лингвистики и перевода Вятского госуниверситета. Сегодня он в роли переводчика. И Юлия Ионушайта, заведующая литературно-драматургической частью театра «На Спаской». Итак, давайте еще поподробнее, что будет завтра. Кто выйдет на сцену? Кто будет читать? Читать будут артисты. Кто будет за обстановка? Все это вам расскажи. На самом деле формат театральной читки, он уже в Кирове не новый. Прижился, да. Еще недавно мы могли сказать, что это что-то новое, что-то... Единственное отличие от привычных нам форматов, то, что это будет почти ночная читка. Потому что в больших городах Екатеринбург, Питер, Москва, ночные читки театрализованные, это уже знакомый формат, привычный формат. Вот. И это то время, когда можно читать очень какие-то смелые тексты, возможно, которые в другое... 18+. Да. Вот. Это формат малой сцены. Мы, конечно, переживаем, что придет либо очень много народа, либо очень мало, потому что Кира Франа ложится спать. И это будет после... У нас сначала будет вечерний спектакль, зрители уйдут, и те, кто придет на читку, они, соответственно, зайдут. Читать на русском будем. Естественно. И спектакль будет на русском. Это артисты с текстами. То есть читка — это не спектакль. Хотя здесь, так как уже работа над спектаклем идет давно, это вот такой пограничный жанр. Ближе, может быть, к эскизу спектакля, эскизы, которые создаются в рамках режиссерских лабораторий, которые тоже знакомы городу. У нас проходила лаборатория такая режиссерская в Театре Наспасской. Да, помню, конечно. И в драматическом театре Олег Лоевский привозил. И когда артисты работают 3-4 дня в напряженном режиме и потом представляют. То есть я думаю, это будет такая читка, эскиз. То есть актеры, они не статично будут располагаться? Они могут ходить, жестикулировать? Ну да, они же не скульптуры. Режиссер нашел ход, они будут как клавиши вставать, садиться, такая музыка. Как в оркестре исполнителей, да, стал, отцелировал, присел. На самом деле, так как я очень плотно готовилась к приезду гостей и к открытию сезона, я не была ни на одной репетиции, поэтому для меня тоже вот сюрприз. То есть и для автора, и для вас, и для всех. Интересно вообще, конечно. А вообще, как мне еще интересно, все-таки автор будет воспринимать русский текст, свой собственный текст в переводе, да? Как это, я не знаю, я даже не могу себе представить, который слушает сам себя в переводе и при этом как-то реагирует. Как вы будете воспринимать русский текст? Как вы можете воспринимать русский текст? рассказывает обо всем и поэтому как бы было достаточно легко следить с этим потому что интересно было бы франк переводил слушать свой текст в обратном переводе наверное было бы что такое очень странно это еще вы новый формат придумали для эксаменирования студентов у нас остается не так много времени безумно конечно хочется узнать чем живет как живет театр в германии в частности какие тенденции существуют в современном немецком театре какую роль он играет насколько посещаемый театр и сейчас просто часто эту тему поднимаем и у нас в эфире и вообще тема театра она актуальна сейчас очень звучит как и в следующем году русский театр это будет у нас тематизироваться да познакомьте нас хотя бы вкратце 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 Нет, вообще по числу столько театров по стране, как по Германии, то есть как бы самая театральная страна вообще мира считается, и не только в больших городах, но и в самом маленьком городе есть свой театр. А маленький город, это сколько жителей? Вот прям вот столько жителей и уже принято, что должен быть театр. Да, это так принято. Я скажу, что это так принято. И я скажу, что это так принято, что в нем есть театр, что в нем есть театр. 20.000, 30.000, 30.000 жителей и театр. В Германии есть 80 оперных судьи с оркестрами. Вы можете видеть, что в очень маленьком городе есть оперные. Но есть маленькие города, конечно, есть там оперные. Примерно. И вот как много грани не были, вот эти, вот это вся, вот весь спектр, так и, ну скажем, эти пьесы тоже разные по аспектам. Если можно, можно подчеркнуть один Trend, который есть. Что, в последние годы, что театр занимаются с локальными местными темами, то есть темами. Конечно, классики, там Goethe, Schiller, там Шейкспир, все они имеются, но очень специфические проекты есть, которые занимаются политическими проблемами на месте. То есть театр как бы активно участвует в такой политической жизни? Also das Theater nimmt Teil am политischen Leben dieser jeweiligen Stadt. Да, это будет релевантным, можно сказать по-русски. Общественно релевантным он себе делает, он пытается действительно поучаствовать в дискурсе. Das kann es in Deutschland, Freilis, und das ist das allerwichtigste, weil es Freilis immer. Это самое главное, потому что все-таки он свободен, чем хочет заниматься, тем будет заниматься. Кстати, да, по поводу свободы-то я хотел спросить, насколько сотрудники театра, режиссеры, драматурги свободны как раз-таки в своих предпочтениях, в своем выборе материала в том числе. И вмешивается ли государство, муниципалитеты в театральную политику, что показывать, как показывать. Муниципальные власти помогают вам. Спутаты, но с текелкой, клиентам, форумов Гретель в Торта oralальательные манезидения, только в той посластии помогли в Торту? Есть бюджет культуры, это 10 миллиардов евро каждый год, но все они, что мы перечислили, театры, оперы, это все из этого бюджета, все финансируется, субсидируется. Это очень важно, потому что это федеральные деньги, чтобы не каждый бюджет или как его мэр, это мне не нравится, нельзя это поставить как-то, именно поэтому это федеральные бюджеты, все деньги идут. Юль, простите, я приземленный вопрос хотел задать. Сколько стоит? Сколько стоит билет? Да, как стоит, яehAR tenía Вppers. Как на hören как это? Гиле, многие. О, что мы poucy ideals? Ну, это совсем не перечислить, ноRedко, есть ни bias, ни закон в нем театре То естьколько тамが местных началось, потому что этот amphib Cham thirteen не мог работать без ребенка, ведь тебе не будет дистанции? с окраем, поскольку если бы он не мог себе позволить билет, то есть выражено обратно, что каждый должен себе позволить такой билет, должен быть в состоянии, вы должны по своим финансовым возможностям быть в состоянии выходить в театр, поэтому аспекты большие. В общем, это билет за 60 евро, поскольку город не совсем... 60 евро, можно и также за 350 евро идти в то же спектакль, в то же театр. В то же театр и в то же театр, да. Это у нас называется гибкая ценовая политика. Гибкая ценовая политика, да, в том же театр. Как можно шире охватить. Как можно больше всего, чтобы люди были в состоянии, чтобы они в театр. В общем, если бы тут времени было до сих пор, чтобы они были в театр. Не, 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 это было... Через это тоже дело, что ли мы там в театр, возможно, чтобы в театре было увеличение, чтобы... Да, конечно, и будет несколько человек, чтобы в театре... Есть русские классики? Третья, Третья, Костровский. Не знаю. Я могу ответить на этот вопрос. В последней сезоне, в прошлом сезоне, у нас с Гоголом-Revisором. Гогол-Revisором! 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 Идиота поставили Дёстеревского показания. Ничего себе! Чик тоже русский в этом смысле. Россия присутствует. Мы просто когда говорили про свободу, и про свободу немецкого театра, мы вчера первую, одну из тем, которую затронули, это ситуация со всем известным режиссером. И, естественно, в Европе эта тема тоже обсуждается. То есть это тот вопрос, который висит в воздухе. Официальная позиция Евросоюза резко за Серебряникова в данный момент. Да, и можно спросить, я думаю, ответит Роберт. Они поддерживают в театре? Зададим такой вопрос про историю с Кириллом Серебряниковым. Вашу позиция? Кирилл. Вашу позицию? Вашу позицию? Вашу позицию? Да, это ужасно. Несколько месяцев назад я посетил его в Москве. Кирилл. Он должен был работать у нас в Дюссельдорфе. Он мне показал его театр, свой театр показывал. Он очень прекрасный человек. Я видел его постановку, которая для меня была фантастическая. Мы все в Германии просто упали со стульев, если прямой перевод, буквально перевод. То есть, что с ним там какие упроки. Но упрекается в том, что если правильно понял, что показывали, но не было постановки, которая на самом деле состояла. Это фарс. Но это фарс. Это не фарс. Это ужасно. Это слишком серьезно для фарса. Но я надеюсь, что... Это проблема решена. И это будет просто... Это предупреждение, что все-таки искусство должно быть свободным. Спасибо большое. Завершается наше время. Еще раз напоминаем, что театр «Наспаска» приглашает вас завтра на читку пьесы «Гудбай, Берлин». Мы сегодня подробно рассказали, постарались о ней рассказать. Ждем завтра. Жители нашего города. Мы, конечно, ждем после читки и спектакля полноценных. Роберт, спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Культ походе через 20 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА